Судебные разбирательства в отношении севастопольского активиста Андрея Маслова длятся уже более двух лет. В интернет-текстах режиссёра, в которых он выступил за сохранение аутентичности Херсонеса Таврического, директор музея-заповедника усмотрела высказывание, задевающее её честь и достоинство. Не так давно суд вынес решение по публикации в запрещенной в России социальной сети Facebook. Теперь Елена Морозова инициировала повторное разбирательство за тот же самый текст, продублированный во ВКонтакте. Решение суда касалось только страниц Facebook. Поэтому всё, что я автоматом дублировал на ВКонтакте, потому что я как журналист имею право использовать, добывать информацию, размещать её на тех платформах, на которые я могу. Поэтому ВКонтакте висело до сих пор, и вот они нашли шикарный повод, чтобы продолжить этот процесс. Напомним, после первой лингвистической экспертизы, которая доказала, что опубликованный материал Андрея Маслова не содержит нарушений, истица заказала ещё одну в другой организации. Вторая попытка показала нужный результат, на основании чего за высказывание в Facebook автору текста суд назначил взыскание в размере 137 тысяч рублей. Представитель Андрея Маслова Николай Скребец пояснил, что при определении размера компенсации должны учитываться требования разумности и справедливости. Я до сих пор сомневаюсь в правосудности вот того решения, потому что есть и указание, непосредственное указание Верховного Суда Российской Федерации. При вот таких стишениях обстоятельств, при разночтении разными экспертными учреждениями одного и того же предмета спора, насчёт выявления оскорбительных каких-то нот, мы в свою очередь виноваты, что не предприняли своих движений по обжалованию в конституционной инстанции в 4-м суде в Краснодаре. Это надо было делать. Директору музея-заповедника Херсонес-Таврический взысканий за идентичную публикацию в Facebook недостаточно. За гражданскую позицию, которую Андрей Маслов выразил и в социальной сети ВКонтакте, оскорблённая Елена Морозова требует ещё одну неподъёмную для режиссёра сумму. Таким образом, учитывая многократность, длительность указанного нарушения права, противоправный характер публикации, и всё-таки обращаем внимание, что Маслов Андрей Николаевич в своих публикациях называл Морозу, оскорблял, сравнил со средствами контрацепции, больными анцефалией, называл дебилом, отморозком, также использовал иные методы советской травли, кролинговой. Считаем разумным размером компенсации 200 тысяч рублей. Непрекращающиеся судебные разбирательства, по словам Андрея Маслова, становятся похожими на публичное наказание. Севастополец уверен, это не последний судебный процесс. Директор музея-заповедника Херсонес Таврический найдёт что-нибудь ещё, за что можно взыскать деньги. Ко мне подходят знакомые и незнакомые люди, пишут в почте, ящик забитый, и все говорят, что это уже не похоже на попытку, чтобы правда восторжествовала в зале суда. Это похоже уже на такую целую кампанию, как, ну, травля, не травля, но прессинг, для того, чтобы я отказался от своих убеждений, ну, и для того, чтобы устроить публичную упорку, для того, чтобы другим журналистам, вот как вы, независимым, чтобы вам было непонятно, ну, или сидеть бояться. Слушание этого дела продолжится через две недели. Андрей Маслов говорит, несмотря на происходящее, отступать от своей позиции не намерен. Я говорю, я же не за себя впрягаюсь, я же не участок земельный отстаиваю, верно, там, или какую-то собственность. За державу обидно, поэтому, конечно, назад мы уже не дадим. Жанна Тарасова, Дмитрий Лелека, Севин, Форумбюро.